В последнее время на разных ресурсах, на богослове, на других православных ресурсах, появлялись публикации на эту тему. У разных людей, священников и мирян есть ощущение, что феномен этот присутствует не только на индивидуальном уровне, но как некая тенденция, как некоторый присутствующий феномен в жизни нашей Церкви. И поводом, вернее отправной точкой для разговора можно сделать, на мой взгляд, очень яркую, искреннюю, художественно-выразительную, ну не статью, рассказ, материал Сергея Шургунова, публикованный в литературной газете, републикованный нашим сайтом, как я был алтарником. Просто потому, что, на мой взгляд, он отражает некое поколенческое видение, ощущение ситуации. Это не личный только опыт, то есть он личный, несомненно, но он и как настоящий художественный опыт, он больше, чем личный. И первый вопрос будет такой, значит, существует ли действительно проблема растерковления, или это надуманное явление, которое, ну вот нечем писать православным сайтам, они о ней пишут. Мы, в общем, знаем, что это такое случается у нас на православных ресурсах, что за отсутствием значимых информповодов начинают писать о чем-нибудь, чтобы заполнять пространство и оправдывать влагаемые средства. Или в данном случае это не так, это явление, о котором нужно говорить. Если оно существует, то какие у него могут быть формы, в чем оно может быть, какие виды расцерковления. На мой взгляд, здесь, по крайней мере, можно обозначить несколько позиций. Первое, это реальное расцерковление людей, которые жили церковной жизнью, имели этот опыт, прикосновения, жизнь таинств, пребывание в церковной общине. А потом, для них это перестало быть важным, больше в их жизни это не обретается как необходимость. И опыт людей, которые вроде бы воцерковлялись, но на самом деле не воцерковились, представляется, это разные вещи. Еще одно разделение, которое, на мой взгляд, нужно сделать, это расцерковление взрослых людей, ментально состоявшихся, жизненно, интеллектуально, духовно. И вопрос с теми нашими детьми, подростками, которые, собственно, и рассказ Сергея об этом, которые в 15-20 лет выросли, не важно, в старых или новых церковных семьях, но в церковной среде, в новой ситуации, в которой мы оказались. И которые в этой среде не захотели остаться. Я думаю, будет справедливо, если Сергей, как автор публикации, от которой мы отправляемся, первые выскажется на эту тему. Спасибо. Ну, тема действительно непростая, и здесь будет интересно услышать мнение всех остальных, в первую очередь. Потому что то, что я написал в литературной газете, это, на самом деле, глава из новой книги, рабочее название книги, книга без фотографий. Ну, там рассказываются отдельные истории через метафору именно фотокарточек. Такой, что называется, ранний мемуар. И в данном случае, вот, почти без вымысла я рассказал о Скорбящевском храме, там, да, и о своем алтарничестве с четырех лет. Причем, это ведь разные среды, потому что, когда мне было четыре года, и я вот оказался в Скорбящевском храме, это была еще советская система и несколько иное положение церкви. И, вообще-то, были, может быть, даже иные типажи внутри церковной жизни. Потом все это поменялось, и возник храм, вернее, открылся заново, храм Николы в Пыжах, и там уже и алтарничал. Я постарался и с почтением, и с благовением рассказать об этом, но при этом честно, как, в общем, и положено человеку пишущему. Мой опыт, конечно, это опыт сына, сына священника. И я думаю, что этот же опыт, он сродни опыту многих, кто либо выбирает какую-то свою дорогу, либо все-таки наследует той линии, которая была предложена с измольства. Я в этом смысле смотрю на других ребят, которые алтарничали вместе со мной. И я вижу, как некоторые из них были очень церковными, и даже более церковными, чем я. И они постоянно выполняли все, что от них требовалось в алтаре. И были даже для меня определенным примером. Я думал, что эти ребята пойдут дальше. Но прошло какое-то время, человек, допустим, заканчивает школу, поступает в институт или получает паспорт. Неким образом чувствует себя более самостоятельно. И вот уже его мама, которая работает за свечным ящиком, с грустью рассказывает, что Сашка совсем отбился от рук. И так далее. Это и есть такой путь. И больше того, я хочу сказать, что обновление в приходах, оно же неизбежно происходит. Оно происходит и по человеческим причинам, когда человек не отошел от церкви. Но просто так или иначе он отошел именно от этого прихода, этого настоятеля. Но в юной среде происходит по преимуществу и то, что старшие родители так или иначе ввели своих детей в храм. А когда дети становятся постарше, они от храма отходят. И это массовое явление. Это очень распространенная история. Другое дело, что дальше? Потому что передо мной несколько примеров, когда постепенно снова начинают ходить в храм эти же люди. Но, опять-таки, одному Богу известно, станут ли они по-настоящему церковными, как все сложится. Или это может быть еще момент ностальгии такой по детству. И при этом я знаю, сразу хочу сказать, я знаю детей священников, которые тоже становятся батюшками. И становятся хорошими батюшками. Может быть, это связано с психологическими свойствами личности и с ситуацией в семье. Я как-то с самого детства уже был настроен на поиск самостоятельной линии. Буквально в 4 года я начал писать раньше, чем научился читать. Брал книги, перерисовывал буквы. И, конечно, заниматься литературой и искать себя – это было для меня главным. Поэтому лично я совершенно не удивляюсь, что получилось так, что я несколько, несколько отошел от церкви. Хотя, скажу прямо, по праздникам я в церковь хожу. Вообще, известная пословица – ни вольник, ни богомольник. Не могу сказать, что в моей семье меня прямо-таки принуждали ходить в храм. Но определенная линия была, что в церковь ходить нужно. И, соответственно, до какого-то возраста я это выполнял. Но при этом, мне кажется, что уже лет после 11, лет в 12, мне это стало, что называется, все менее интересно. Но просто не хотелось огорчать родителей. Я видел, как им важно и дорого, что я пребываю в церкви. И хождение в церковь происходило, в первую очередь, ради мира внутри дома. Но передо мной примеры семей, где родители воинственно и сурово настаивали не только на воцерковленности, но и на следовании канону в том виде, в каком он представлялся им самим. То есть, там, один священник сломал своего сына гитару через колено. Или, открыв светскую книжку, обнаружив там где-то непечатное слово, немедленно ее разорвал. И так далее. Понятно, что все это, конечно, шокирует ребенка. И в дальнейшем отзывается протестом. Это простейшая мысль, но такое тоже есть. Вот я просто, так сказать, перечислил разные истории и разные симптомы. Я сейчас хочу отца Владислава спросить. Вот то, что сказал Сергей, мне кажется, тут рождает естественный вопрос. Не происходит у нас просто смены знаков. Сейчас было образование советское, тоталитарное воспитание. Когда, условно говоря, в семьях, если ребенок вырастал верующим, то его пытались сломать в сторону господствующей идеологии. Но кто-то по идеологическим убеждениям крота, по соображениям конформизма. Ты ломаешь родителям карьеру. Ты хочешь в свою церковь, а меня выгонят из Госплана из-за этого. Не повторяем ли мы в этом смысле советскость, оставаясь в каком-то смысле людьми, вышедшими из той эпохи, по отношению к нашим собственным детям часто? И не является ли это в каком-то смысле провоцирующим их расторговление? Ну, во-первых, я бы смог отчасти подтвердить наблюдение Сергея, потому что особенно оно было ценным и постоянным в храме моем деревенском, около города Троицк. Там, когда я пришел, не было ни одного человека, потому что и храм был разрушен. И с первых же дней, по воскресеньям, стал приходить некоторые слова людей, каждый раз большее. И из них больше половины оставалось навсегда. Некоторые приходили с детьми, если у них был подходящий возраст. Некоторые, конечно, без детей, поскольку возраст уже был неподходящий детей. Или они сами были еще полудети. И одну закономерность, безусловно, могу подтвердить, даже в более резкой демонстративной форме. А именно, практически почти все, особенно лица мужского пола, с девочками происходило дело лучше. Но пацаны, почти все алтарничали, они или не алтарничали, многие из них алтарничали, заканчивали 10 класс. И тут мы их только видели. Вот. И мало это явление увидеть. Видеть его не так сложно. Нужно иметь неглубокую наблюдательность, очень простую. А хорошо бы все-таки, чтобы она вскрылась в своей сознательной полноте. А это довольно трудно. И поэтому я бы тоже, если имел возможность, хотел бы начать несколько издалека. Во-первых, на моей памяти было три временных ситуации прихода людей, которые раньше не были в церкви, и прихода их в церковь. Первое, это примерно тогда же, мы вместе с отцом Александром, примерно в одно прерыве мы были приятели, даже довольно близкие приятели. Не могу сказать, чтобы остались такими же близкими, как раньше. Жизнь не так развела. Но были, безусловно, и сейчас у нас скорее больше найдется общего, чем от того, что нас разделяет. И тогда, конечно, было тогда людей, которые вновь приходили в церковь, гораздо меньше, чем в начале 90-х годов. Тогда даже в Кузнецах, причем в Кузнецах, когда там был настоятельный отец Стиволыч Пиллер, над головами в платках выселись 4-5 голов выше этих голов, выше просто, потому что они были длиннее. И без платков. И без платков, да. Во-первых, общие связанные со временем. Это было время коммунистического расцерковления. Вот. Идеология все более и более становилась очевидной для всех мертвой. Не для всех, для многих. И в ужасе предоткрывавшейся бездны, многие люди, в основном, конечно, интеллигенции, стали искать, куда деваться. Кто куда девался, по-разному бывало. Но некоторая часть нашли свое место в церкви. И, во-первых, говорить нечего о том, что все они так навсегда и остались в церкви. Ни один из них не расцерковился. Во-вторых, что, может быть, даже еще более характерное, это то, что для них, как сразу с первых же дней их прихода в церковь, самое дорогое в жизни, самый большой подарок, самая большая радость и почти все жизненное содержание оказалось именно этой церкви. Первая и последняя любовь стала определяться церковью. И тоже так и осталось. Правда, бывали разные люди. Некоторые, например, уходили в зарубежную церковь. Но от церкви не отходил, не отходил никто никогда. И для всех от церкви оставалось самым любимым содержанием жизни. Я хотел это подчеркнуть только потому, что когда с началом перестройки гораздо более массово, как я уже сказал в начале, как возле Троицка стали появляться, каждый день, каждое воскресенье все больше и больше новых людей. Я, признаться, сначала думал, что они такие же, как мы. Но оказалось, что не совсем так. Это не значит, что они церковь не любили. Да, по-своему любили. И это очевидно и психологически, и мировоззренчески связано с тем, что то первое поколение церковной интеллигенции пришло, будучи подготовленным, не церковным сознанием, но идиотской идеологией. Но при всем идиотизме, любой идеологии, потому что всякая идеология представляет собой карикатуру на мировоззрение. Но будучи карикатурой на мировоззрение, идеология все-таки имели нечто общее. Карикатура всегда похожа на тот объект, который является карикатурой. Было нечто общее. А именно и то, и другое, и идеологии мировоззрения стоимились к структурности сознания и жизни. Когда стали люди приходить в 90-е годы, все-таки освободившись от уже практически скудного, нелепого, бессмысленного гнета этой уже бывшей идеологии, для них важно было выстроить жизнь. И поэтому они искали и мировоззренческие основания, но это были первые. А вот когда пришла очередь более молодых и детей этих вторых, они уже приходили на почве не просто разрушенного идеологического содержания жизни, они приходили на почве всеобщего, а-идеологического и а-мировоззренческого начала. И потому почти неизбежно стало, что если одного нет, на святом месте не бывает пусто. И оно не было пусто. Вместо него оказались иные подходы жизни, связанные прежде всего со все более увеличивающимся индивидуализмом, порой переходящего в эгоцентризм, и даже, правда, чаще переходящего, чем не переходящего. И потому оставались у этих новых приходящих людей скорее иллюзии, что они живут тем же, что их отцы. Иллюзии обладают тем свойством, что они довольно легко разрушаются. У многих разрушались, особенно, повторяю, все-таки у мужчин, хотя и женщины в моем храме, не берусь сказать, что точно так же происходило везде, и женщины некоторые уходили, но в основном все-таки как-то они переболели и оставались. Мужчины ушли, многие вернулись, это на мальдине тоже справедливо, но многие не вернулись, это тоже правда. И тогда все-таки встает вопрос, почему просто пришли и почему ушли? Тут неважно, дети ли выросшие в семье церковной или не выросшие в семье церковной. Пришли, потому что, по-видимому, искали чего-то скорее психологически, чем мировоззренчески ценного. Потому что духовное содержание, оно всегда имеет жизненную конструктивность. Так, на этом я отца Владислава попрошу пока приостановиться, и это возникло сейчас технически. Я думаю, что мы пока, давайте, может быть, продолжим некоторые, ну, условно говоря, поставить диагнозы ситуации, потому что классические русские вопросы, сначала ответить, кто виноват, а потом уже будем говорить, что делать. Я сейчас попрошу Матушку Олесю отреагировать на прозвучавшие высказывания Сергея Ц. Владислава, и попутно, может быть, затронуть еще один вопрос, который пока косвенно звучал. Вы знаете, я просто хотела бы начать с того, что мне бы не хотелось, чтобы мои слова каким-то или прямым, или косвенным образом соотносились, Сергей, с вашим текстом. Потому что по многим причинам. Но прежде всего, потому что я с огромной симпатией отношусь и к Сергею, и к отцу его, к отцу Александру, который, по-моему, вообще человек просто гениальной совершенно одаренности, замечательный проповедник. Поэтому мне вообще не хочется, чтобы вы как-то это проецировали на свою ситуацию. Я просто буду говорить о том, что я сама знаю эмпирически, и, конечно, у меня специфический угол зрения, потому что я все-таки живу хоть и в церковной среде, но все же одной ногой стою в среде литературной, богемной достаточно, у которой сложные отношения с церковью. И мне бы хотелось начать именно с того, что ведь первым отступником все-таки был Деница. Потом, мы знаем, вот этот ряд потом продолжался. Был потом Иуда, блудный сын был. И, в общем, на самом деле не всегда тот, кого покидают, от кого уходят, в чем-то прегрешил перед тем, кто уходит. Не всегда вина лежит, и ответственность лежит на том, кого покидают. Потому что вот лично я встречалась с такими случаями, когда сами священники изгоняли прихожан из храмов. Я знаю три таких случая. Первый случай был, когда пришла кающаяся девушка, во многих грехах она каких-то согрешила, и священник ей сказал, причем она первый раз пришла каяться, а он ей сказал, пошла вон со своими грехами, и не смей сюда больше приходить, такая грешная. Так, это первый раз. Вторая была история, когда сын одного священника, очень известного, тоже священник, когда он выгнал моего сына из храма, сказал, да ты меня так раздражаешь со своим ребенком. И еще один случай, когда сына знаменитого поэта, который стал алтарничать, самостоятельно пришел из неверующей семьи, пришел в церковь, стал алтарничать, к нему стал приставать священник. И вот я знаю такие случаи с такими очень ревностными людьми. И почему они прекратили ходить в церковь? Почему была вот эта трагедия с ним произошла? Вы знаете, в одном случае неисповеданные грехи. Когда человек впадает в какой-то грех, и он не смеет подойти к исповеди. Или он начинает лукавить на исповеди. И его этот грех, это хрестоматийный случай. Об этом написано, по-моему, у преподобного Иоанна Лествичника. Значит, у него или появилась какая-то блудная связь на стороне, или чаще всего так, чаще всего это. И так вот получается. Это вот, как ни странно, совершенно вот такой вот простой случай, но он очень, он железно срабатывает. Теперь что касается подростков, которые уходят из церкви. Мне кажется, что тут психологически происходит такая вещь, что пока человек возрастает, пока он живет природной жизнью какой-то, он слил с родителями. Обычно это заканчивается у кого-то в 10, в 11, в 12, в 13 лет. Он прекрасно будет ходить вместе с родителями в церковь. А потом, когда он, в нем как-то начинает возрастать личность. То есть то, что не есть в нем природа. И когда это возрастает в нем, когда он чувствует это движение своего «я», это неизбежно должно произойти. Потому что есть такие люди, которые так и остаются вот этими, такими родовыми существами, совершенно невыраженным личностным началом. Он должен, он самоопределяется в том, что он от этой природы должен дистанцироваться. И вот это дистанцирование, оно происходит разными способами. Но в том числе он начинает подвергать сомнению то, что он бессознательно принимал в детстве. И это может касаться всего чего угодно. Родительского окружения, родительских вкусов. И если родители были достаточно церковные, это может касаться и церкви. Если они были как-то очень идеологически ангажированы, это их идеология. Это нормальное, такое критическое, это очень сложный, это очень болезненный период в жизни ребенка. Но вот я хочу сказать, что в моей семье это тоже происходило, вот когда я была подростком. И у меня тоже это было вот так или иначе связано с тем, что я должна была как-то лавировать и не противопоставлять себя родителям, но как-то уйти от влияния именно вот этой среды, очень определенной. А вот у моего сына, который в два года был крещен и вырос фактически в церковь, в церкви, потому что у нас среда была, люди, которые нас окружали, были монахи, причем такие монахи какие-то из скитов. Это еще было брежневское время, когда он был крещен и когда он был ребенком. Эти монахи, значит, с ним дружили, он жил, каждый лет уезжал в монастырь. Вот он именно уходил от нас, от вот этого родительского какого-то вмешательства, наоборот, по дорогам чрезвычайного аскетизма, обостренного аскетизма. А его, значит, вот мир ловил, вот бабушка ему говорила, там, 12-летнему мальчику, «Никочка, покушай, да покушай бульончик, он же постный». Он говорит, «Бабушка, там же Великим постом». Он говорит, «Бабушка, там же мясо». «Да что ты, Никочка, это же постный». В общем, бабушка его пыталась ему всунуть с Великим постом, что-то скоромное. И это для него было, ну, это вообще было что-то ужасное. Не потому что его родители заставляли, да, а потому что он именно от нас скрывался вот в этой суровости, в спании на голой доске. Лето он проводил в монастырских, среди монастырских рабочих. Это была такая крутизна, и это был такой романтизм монастырской жизни. И мне кажется, для подростков, которые, на самом деле, максималисты, и они даже в своем материализме, который у них вспыхивает, они тоже очень идеалистичны. Мне кажется, что именно монастырскую, скидскую, аскетическую жизнь, ночную литургию, пощение до полусмерти можно предложить как альтернативу вот такой вот семейной, спокойной, размеренной. В общем, уже сделавшейся будничной приходской жизни. Отец Владислав, вы говорили про индивидуализм. Ну вот, мне кажется, что... Да, конечно, индивидуализм – это то, что должно растворяться в церковной соборности, безусловно. Но мне кажется, что у нас слишком акцентировано внимание на послушании, да, но ведь другой стороной послушания есть дерзновение, вот такое благое дерзновение, есть волевая ответственность, да, и вообще-то самое, что есть серьезного в человеке, что делает жизнь человека очень серьезным – это его свободная воля. Все-таки от его воли, от его воли изъявления зависит очень многое в его жизни. Тогда один становится в поле воином, да. Вообще человеческая воля чрезвычайно важна, вот эта воля изъявления. И мне кажется, вот это, то, что присутствует в христианстве, вот это несколько ослаблено в такой общецерковной проповеди, вот, потому что вы сами знаете, конечно, как духовники гораздо лучше, чем я, как люди очень часто хотят все свои проблемы повесить на священника и на него повесить вот эту ответственность за принятие этого решения. Я вижу, как загораются глаза молодых людей, когда им говоришь о том, что «А ты-то все от тебя зависит, вот кем ты себя назначишь, тем ты и будешь». Вот это вот все зависит от твоего воли изъявления, от твоего подвига, от твоего героизма, от того, как ты преобразишь этот мир своим присутствием, своим действием, своим выбором. Но я это говорю про их творческий там путь, да, но я просто чувствую, как тут просто у них загораются глаза, потому что так они себя чувствуют, в общем, тварью дрожащей, которая никак не может, никак не может, страдает от этого. А так, а так все-таки они, все-таки они, в них есть творческое начало, в них есть начало их свободы, красота, разум. В общем, мне кажется, вот для, именно для такого молодого человека, подростка, немножко угол вот этой проповеди должен быть немножко другой, потому что мы же каемся не только в том, что вот мы, прости нас, Господи, вот непокорных и бездерзновенных, вот именно бездерзновенных, вот этого вот христианского дерзновения, да, веры от абсурда, да, вот это, мне кажется, это основное. Это естественно. Знаете почему? Потому что у нас ситуация, сейчас две минутки, у нас ситуация сейчас сходная с тем, когда христианство стало официальной религией, да, в Византии, вот, и когда реакцией на это был уход части верующих в пустыне, да, ради того, чтобы сохранить вот эту вот высоту. Машка, из того, что Вы сказали, я не лишаю значимости иные тезисы, мне особенно отозвалось как бы две вещи, которые мне кажется важно акцентировать. Первое, это действительно, иной раз не нужно объяснять сложно, то, что просто. И то, что сам по себе грех уводит человека из церкви, надо как-то вслух об этом говорить, что если человек имеет тяжкие, неисповеданные грехи или внутреннее стремление, глубокое, непреодоленное к этим грехам, это уводит его из церкви. Даже если он в каком-то смысле формально остается в ее ограде, и это нужно называть своими именами. И второе, как мне очень отозвалось, есть определенная пресность нашей сегодняшней приходской жизни. Пресность, которая молодому человеку не дает почвы для укоренения, тускловато, серовато, живем-то на приходах, хочется, но большего, можно сказать, таким славянным языком экстрима, больше меры напряженности, большие меры того, чтобы реально наши убеждения вероучительные определяли нашу жизнь не на словах, когда, в общем, от нас мало что требуется, но вписались мы как-то в социум, и в нем существуем, но вот мы верующие существуем, то рядом не верующие, всех по телевизору в равном мире показывают, так сказать, у всех тот же президент и премьер, все смотрят примерно один и тот же интернет, читают все в фейсбуке, вот тогда, и что тут, вот, а хочется-то не такого христианства, а какого-то, в котором соль чувствуется, а его часто не пойдешь ты найти на приходе, где поют, социально служат, миссионерствуют, издают книжки, вяло исповедуются, вот тогда, и, собственно, чего дальше? это, несомненно, одна из проблем, но я бы хотел еще одной стороны коснуться, вы ушли пока от, или вам больше интересно было отвечать на вопрос свой, а не на то, как это с гендерным разделением связано, мужско-женским, мы еще вернемся к этому вопросу, к отцу Павлу, я бы хотел, вот в таком еще ракурсе, помимо реакции на высказывание, обратить вопрос, вот у нас сейчас существует некая проблема, на мой взгляд, прихожан среднего церковного возраста, у нас все в основном ориентировано на неофитов, которые вот только-только пришли, и для них все вновь радостно, интересно, они знакомятся с богослужением, и знают про посты, праздники, про церковные пения, они активно воцерковляются, либо на людей уже такого, изрядного церковного опыта, который на самом деле от внешнего мало зависит, которые уже стоят крепко на том, что стоят, и уж какой не будет поп, даже какой-то ориентации, вот Машка сказала, вот на его жизни не попадется, или какие экстравагантные приключения не случатся, этого человек уже ничто не собьет, а на самом деле часто-то уходит, это как в супружеской жизни, люди среднего возраста церковного, либо новоначально не задерживаются, либо те, у кого есть опыт, уже там 10-15 лет, и вот у них начинает все одно и то же, одно и то же, и в общем-то он уже чувствует, что никак не преуспевает, и уже все-то благодатное раннее кончилось, и как-то ему кажется, что он высок, тоже не полетит уже, и зачем это все дальше нужно? Ну, зотяц Павел, вы писали и выступали недавно в отношении, это проблема так, как она касается священнослужителей, но возможно она ведь касается и мирян, и наших прихожан, нет ли этой ситуации выгорания прихожан, именно потому что, вот собственно, то топливо выгорело, а нового нет. Спасибо, отец Максим. Действительно, тема и кризиса пастерского служения, и кризиса веры, и проблемы выгорания, профессионального синдрома, профессиональной усталости, это все имеет самое прямое отношение к церковным реалиям. Но мне хотелось бы обострить другую проблему. Мне кажется, не надо драматизировать, а отчасти даже демонизировать процесс расцерковления, потому что надо понимать ту реальность, в которой это происходит. Хотим мы, не хотим, но мы все поголовно являемся заложниками очень определенного типа мышления. Это либо советское, либо постсоветское, в котором, и в том, и в другом, грань напряжения между церковью и обществом, между жизнью внутри церковной ограды и вне, были напряжены до крайности. И поэтому единственным, правильным, доступным путем для ребенка, который с младенчества стал ходить в храм исповедоваться, причащаться, было стать будущим пастырем. Поступить в семинарию, и родители его будут счастливы. Если он этого не делал по каким-то причинам, его же воспринимали как человека, который начинает активно расцерковляться, который не видит в церкви своего места. при этом, отец, дорогой батюшка, я решительно с вами не соглашусь с той оценкой, которую вы предлагаете в плане опасности самоидентификации человека. Почему? Потому что, если мы вспомним того же самого дорогого, любимого Лосева, то он определяет религию, религия, как то или иное самоопределение, утверждение личности человека в вечности. Без этого никакого общения с Богом быть не может. И мне кажется, еще одна очень острая проблема нашей церковной жизни, которая в том числе порождает расцерковление, в том, что мы пытаемся от других требовать жизни, исходя из того религиозного опыта, который мы имеем, а у них еще нет. Все-таки религиозная жизнь это жизнь личности и Бога. Это жизнь в том формате отношений, который, кроме этого, человек никто выстроить никогда не сможет. У него может появиться желание его скопировать или подражать ему, но это все будет не настоящее. И в тот самый момент, когда в подростке возникает противостояние между теми формами, которые он видит, и отсутствие внутри его того опыта, который пока у него еще не произошел, пока не было этой встречи с Богом, который все в его жизни переворачивает и придает особый оттенок, особое звучание, он скажет, а я не понимаю, зачем это. Мне это чуждо, мне это неизвестно. Я, может быть, так глобально в целом-то ничего против не имею, но я не могу войти в ту самую стихию личностного общения с Богом, в котором я вижу всех остальных прихожан. И нормально, и надо сказать, слава Богу, что в этот момент человек отчасти удаляется от церкви, он не занимается, он не пытается ситуацию как бы искусственно воссоздать. Он говорит, у меня нет этого опыта, поэтому мне это все, ну, в общем-то, не очень близко. И еще один момент, который тоже мне хотелось бы заострить внимать. Все-таки проблема расцерковления той самой наиболее, в общем-то, активной прослойки прихожан, я думаю, на во многом связана с тем, что деятельность внутри храма, она чаще всего и ограничивается церковной оградой. То есть, человек, у которого есть амбиции, есть некие перспективы, ему многое, что интересно, он не понимает. А что он еще может сделать как христианин, как церковный человек, кроме как молиться, поститься, служит радио рано. Ишь все? Ну, извините меня, это в какой-то момент начинает приедаться, человек начинает отуставать. Каких-то новых перспектив, новых возможностей здесь не открываются. И, конечно, он начинает искать других мест. А, как правило, вот, опять-таки, возвращаясь к этой теме, из-за того, что эти линии напряжения между церковью и миром у нас крайне напряжены, у нас нет этой, понимаете, средней прословички, где и церковь, и мир, они как-то органично вплетались одну в другую, взаимодействовали. Получается, что для него это будет означать практически почти разрывом или каким-то конфликтом с церковью. Вот таким. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова